Здравствуйте! В эфире информационная программа «Шарайна». С вами Ася Лейдар. День хлеба. Леса занимают небольшую часть территории Казахстана – около 4,5%. У тех, кто защищает легкие великой степи, работников лесного хозяйства в воскресенье – профессиональный праздник. Как сейчас лесоводы Государственного лесного природного резервата семьи Урманы увеличивают хвойное богатство нашего региона, интересовался наш корреспондент. Уникальный и реликтовый бор – это гордость и сокровищница природы семьи. А для работников лесного хозяйства – объект каждодневного и нелегкого труда. С 2003 года, с момента образования резервата по 2020 год, у нас высажено 47 629 гектаров лесных культур. В текущем году у нас высажено весной 3553 гектара с открытой корневой системой сеянцев сосны обыкновенной. И вот буквально на днях завершились работы по осенней посадке с закрытой корневой системой в объеме 553 гектара. Приживаемость данных культуры составляет в пределах 70%. У нас выращено 20 миллионов сеянцев. Это в семи питомниках филиалов. И из них получается 14,1 гектара мы провели посев. На комплексе у нас существует комплекс в канадецком филиале, где по инновационной технологии мы за кратчайшие сроки выращиваем сеянцы закрытой корневой системы. Чтобы сохранить и восстановить от горельников реликтовый борт, трудятся десятки людей. Тем более, что площадь резервата, которому присвоен статус особо охраняемых природных территорий, простирается на сотни километров с юга на север и с запада на восток. Хочу обратиться к населению о том, что лес необходимо держать в чистоте. Берегите, пожалуйста, лес от пожара. Не бросайте спички, не бросайте мусор. То есть в местах отдыха обязательно необходимо за собой убирать, потому что идет сильное засорение леса. От того лес у нас получается погибает. В вере данного праздника хочу поздравить всех листоводов Казахстана с нашим профессиональным праздником. Хочу пожелать, чтобы они достигали своих целей поставленных, чтобы у нас не было пожаров и берегли лес от браконьеров. И самое главное, чтобы лес у нас увеличился и сохранился. Что ж, нет ничего более благородного, чем служить лесу. Приумножать своим трудом красу, гордость и национальное достояние страны. Поэтому давайте общими усилиями профессионалов и населения будем сохранять наш уникальный бор. Юргит Плеухо, Даля Татьказинов, Марат Сагибаев, информационная программа «Шарина ТВК-6». Впервые в нашем городе школа Амида проводит бесплатный трехдневный конкурс для поддержки безработной молодежи и обучения предпринимательству. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Школа Амида способствует формированию, развитию, укреплению гражданских позиций молодежи, привлекает к общественной жизни безработных молодых людей. Отметим, тренинг, который проходит в семье с 15 по 17 октября, очень важен для молодежи. Именно здесь люди в возрасте от 18 до 26 лет могут получить необходимую информацию и консультацию по открытию бизнеса. Также в школе они встретятся с успешными предпринимателями, которые сформировали себя как личность. В рамках данной школы три дня наши ребята будут обучаться. Они получат навыки ведения переговоров, коммуникаций. И самым главным результатом нашей школы станет создание социальных проектов. Мы работаем с молодежью путем интерактивных методов. Ребята три дня, занимаясь с тренером, затем с приглашенными спикерами, они получают очень важную информацию. В частности, ребята узнали информацию о том, как открывать бизнес через фонд Домо, какие есть программы через Жилстрой Сбербанк. Затем мы развиваем также у них финансовую грамотность. Помогаем им развивать такие навыки, как стрессоустойчивость, выход из конфликтных ситуаций. Глобальная пандемия затронула не только взрослых, но и молодежь. Многие молодые люди не могут найти себе работу. Один из них 24-летний Акижан, который освоил сразу две профессии. Он актер и одновременно юрист. Однако мечта молодого человека совсем другая. Он хочет стать бизнесменом. Я приехал из села Калбатау, Жарминского района. Сейчас я из-за пандемии остался без работы. Мне очень понравилась школа Амида. Хоть обучение и очень короткое, оно помогло нам освоить базу бизнеса. Сейчас я хочу пригласить всю молодежь в достаточно казахстанской области сюда. И за короткое время обучить тому, как вести бизнес. Сейчас около 30 человек проходит обучение, организованное семейским филиалом Восточно-Казахстанской области Ассоциацией молодежных и детских организаций. И еще раз подчеркнем, что Амида Скул принимает молодежь бесплатно. В региональном командовании «Восток» началась подготовка к зимнему периоду эксплуатации вооружения и военной техники. Также, что не менее важно, она касается и вещевого обеспечения военнослужащих. Чтобы каждый офицер, сержант и рядовой был готов к холодам, личному составу должна быть в срок предоставлена зимняя форма одежды. В вооруженных силах это происходит в порядке установленной очередности. Вещевым имуществом сначала обеспечиваются призывники, затем военнослужащие по контракту, рядового, сержантского состава и офицеры по призыву, потом остальной личный состав. Основные требования к форме – это соответствие характеристикам для холодного времени года, теплопроводность, влага и ветрозащищенность, поскольку военные находятся в полевых условиях. Не последнее место занимает комфортность и износостойкость. До 96% необходимого вещевого имущества Министерства обороны закупают посредством государственного оборонного заказа. Предпочтение всегда отдается отечественным производителям. Остальные 4% приходятся на государственные закупки в рамках конкурса среди казахстанских общественных людей с ограниченными возможностями. Следует отметить, что обеспечение пошива имущества для нужд вооруженных сил Казахстана производится в рамках государственного оборонного заказа только отечественными товаропроизводителями. Аселяйдар Марат Сегимбаев при поддержке пресс-службы регионального командования «Восток». Долгожданное тепло пришло в двухэтажные дома поселка Силикатный. После многочисленных обращений и жалоб жителей этот вопрос наконец-то решен. И 5 октября этого года центральное отопление было подключено. Подробности у нашего корреспондента. Напомним историю проблемы. В 2019 году, после того, как Силикатный завод, который ранее обеспечивал поселок теплом, передал дома на баланс теплокоммунной энерго. Это предприятие за свой счет построили новые теплосети. Жильцы двухэтажек радовались. У них никогда не было центрального отопления. Теперь, возможно, оно появится. Но на обслуживание на тот момент попали только 10 домов. На двухэтажке благ цивилизации и на этот раз не хватило. И тогда жители забили тревогу. Уголь и дрова они традиционно уже десятилетиями заготавливались летом. Ежегодный ремонт – это вынужденная необходимость после зимней гари и весенней сырости. Ко всему этому добавлялся и постоянный страх. Рукодельные печки небезопасны. Стены нагреваются, искры летят. Многим жильцам старых домов негде держать запас топлива. Они хранят его, где получится – в подполе, в самодельных ящиках. «Подведите нам, пожалуйста, к подъезду, а мы сами проведем. Ну как, мы будем, конечно, бригаду просить. Везде мы ходили, по всем инстанциям ходили. Но нам пока, слава тебе, Господи, дали разрешение». Добившись приема у Акима города, инициативная группа рассказала о трудностях. Ермак Салимов пообещал, что решение этого вопроса будет держать под личным контролем. После чего специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства подготовили новые проекты, смертные документы. И через некоторое время к старым домам потянулась новая ветка теплотрассы. Горячо, тепло, уютно у нас. Была встреча, и с Акимом была встреча, и с представителями встреча была. Ну что, начали работу ребята, буквально дня через два-три, однако, они уже начали работу. Все, работа шла нормально, добросовестно все сделали, свои дела. Дали нам отопление, радуемся, живем, радуемся в тепле. Всем выражаю слова благодарности, всем ребятам, кто работал, и начальству. Всем выражаю благодарность, очень большое, большое, большое спасибо им всем. Вот такой теплый подарок получили жители двухэтажек накануне Дня независимости Республики Казахстан. Зазира Маликова, Даля Татказинов, Марат Сагимбаев, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. В семье на центральной площади появилась необычная новая скамейка. Что она представляет, узнал наш корреспондент. Умная скамейка многофункциональная. Она показывает температуру наружного воздуха и время суток. И, кроме того, оснащена специальными USB-разъемами для зарядки смартфонов. Установлена чудо-скамейка на спонсорские средства товарищества с ограниченной ответственностью зеленстрой семьи. Как пояснили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, такая скамейка единственная. Она является пробным экспериментальным проектом по благоустройству города. Конечно, очень приятно, что в нашем городе установили такую вещь. Это очень удобно для людей. Я надеюсь, что в дальнейшем люди сохранят вот эту красоту, возможность заряжать телефоны в любое время. Просто приходить, смотреть на такую красивую площадь, как в нашем городе. Даже вот так бывает. Выходишь с работы, и телефон негде. Ты можешь прийти в любой момент и зарядить свой мобильный телефон. Очень важно. Побольше будет таких скамеек. Коммунальщики обещают, что если умная скамейка понравится семичанам, возможно, в будущем их появится еще несколько. Зазира Маликова, Долитая Казинов, Марат Сагимбаев, информационная программа «Шарайна», ТЛК-6. Ленты в социальных сетях, сообщения в WhatsApp, разные видео, так много информации, так мало времени, чтобы сразу разобраться, верить или нет. В общем информационном шуме иногда очень непросто отличить реальные факты от придуманных. Теперь в Казахстане при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан создан сайт StopFakeKZ. Если вы увидели сообщения в мессенджере или пост в соцсети, которые кажутся вам сомнительными, то вы можете переслать их в редакцию StopFakeKZ. Там проверить новость на достоверность и поделяться результатом. Проект StopFakeKZ создан для того, чтобы остановить распространение в сети ложной информации и в целом снизить уровень путаницы и заблуждения, чтобы напомнить читателям о важности критического мышления и объяснить, как и почему создаются фейки. И это были все новости на сегодня. Оставайтесь на связи, смотрите нас на Ютубе. С вами была Селяйдар. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин